Привет, это Рибор. Ну, Содерлинга вышел новое видося, называется Чарли, не права, почему отель Хасбин грозит уничтожению рая. Я, как бы, смотрю отель Хасбин, если вдруг кто-то не знал. Четыре серии уже доступны на бусте. Возможно, уже после выхода этого ролика что-то еще будет доступно. Я не знаю, просто когда выходит пятая, шестая серия. В любом случае, подписывайтесь, ссылочка в описании, буду вам за это благодарен. Ну, а давайте посмотрим ролик. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Всем привет, с вами Содерлинг. И отель Хасбин наконец вышел. И все серии в нашей озвучке можно уже посмотреть в моем телеграме. А с моей реакцией в моем пульсе? Ссылочки в описании. И вроде как сериал явно дает нам понять, что Люцифер и Лилит бедные такие несчастные. Ангелы столь мерзкие и злые, что даже грешники на их фоне просто лапочки измучают. А просто нам пока что всех остальных-то этих ангелов не раскрыли, только вот эти, которые спускаются сюда для уничтожения. Но только вот все это ложь. Нам демонстрируют рай и ад с точки зрения Чарли и прочитывают на ею книги. Но не стоит ей верить. Это история... Надо посмотреть как бы еще и с другой стороны. Ада. Книга, написанная в аду исключительно в пользу адских отродий, где все произошедшее миллионы лет назад выставляется как обычное недоразумение. Однако же книга очевидно опускает невыгодные для Люцифера Лилит и Детали. Но как иначе они будут тогда пропагандировать. Поскольку так и работает пропаганда. Слишком уж много здесь несостыковок. Если же Лилит и Адам были созданы на равных условиях, чистейшими существами и света, с чего же Адаму требовать к себе подчинения? Попытка поставить себя выше другого, это ведь проявление гордыни. Откуда в нем было взяться негативным чертам до высвобождения зла? Зачем Люцифера было превращаться в змею, общаясь с Евой, если же у него благие намерения? И почему яблоко в истории называют просто плодом познания, если же его истинное название? Плод познания, добра и зла. Плод познания, добра и зла. И Люцифера значит ты познаешь не только добро, но и зла. В этом определенно знал. И самое важное, что же произошло с Евой? Ее судьба намеренно опускается в истории. А может быть потом нам про нее что-нибудь расскажут, либо в конце сезона, либо где-нибудь в следующем, не знаю, если он будет. Однако же чуть погодя, Адам вовсю хвалится Чарли своими сексуальными похождениями, что явно подразумевает, что он... Что? ...хвалится Чарли намеренно опускается в истории. Однако же чуть погодя, Адам вовсю хвалится Чарли своими сексуальными похождениями... Адам, я думал, Адам это типа ад, ну в другом этом... Как это называется-то? Господи, я уже забыл. Капец, вот это... Что явно подразумевает, что он уже холост. Иначе бы это была измена, прелюбодейство, а ангелы ошибок не совершают. Да, у меня за жизнь не ошибки. Да, учитывая его хамское поведение и жажду крови, это заявление воспринимается как сущая нелепица. Но опять же, лишь... Ну может быть ошибок нету как раз таки по их именно законам конкретно. По той причине, что нам показывают всё с точки зрения Чарли. Но только вот он совершенно не врёт. Иначе давно уже горел в аду. Понимаете, религиозные люди далеко не всегда... О, это же это... Да, сердобольные чисты. Они тоже могут... Ну как бы это понятно. У всех людей есть какие-то... Материться, подшучивать над другими и даже убивать, если же делают это под божьими знамёнами, что наглядно подтверждают множественные крестовые походы, инициированные и направляемые самой церковью против язычников и еретиков. Тот факт, что Адам за жизнь не совершил ни ошибки, говорит лишь о том, что он всегда повиновался Богу и строго следовал его заповедям. А на то, что он мразь, в раю всем плевать. Но что важнее всего, Адам в данной интерпретации истории, в отличие от Евы, не вкушал запретный плух, не совершил... Поэтому он не познал добра и зла, да? ...шал ошибки. И именно поэтому он до сих пор в раю. Кстати, помимо отеля Хасбин вышла новая часть Часов Звёзд. Ты давай с ним отнём? ...вы стоят цариды и волшебные миров. Вы ещё можете поизображать точки в описании. Не знаю даже такой книги пераслужить. Лилиджия не была невинной жертвой, какой её изображает в книге. По сути, она анархистка, которая с самого начала шла против установленных правил. Сбежала от Адама, не желая ему помогать. Ушла из Эдема, с Люцифером дала Еве запрет. Я хочу следовать только своим правилам. И плод развивала адскую армию. Да что там говоришь? По-моему, там, ну как бы, я, может быть, уже забыл, но, по-моему, её не выставляли как какую-то хорошую, либо выставляли, но я, как бы, этого не против. Даже её концерты идут под лозунгом «Сопротивление». С самого начала она делала всё вопреки ангельским указам. Она не была злой и не грешила, но действовала исключительно из собственных соображений, в чём и проявлялась её свободолюбивость. Чарли видит в Лилит идеал, однако идеальных людей не существует. Особенно в Аду. Из-за красивой истории скрывается масса свершённых ею ошибок. Адам же, как мы уже выяснили, всегда повиновался ангелам. И, скорее всего, просто требовал того же ей от Лилит. Думаю, в этом и кроется причина их конфликта. Не насилие ой, это типа арт был прикольным. Или не принуждение работать за него, а просто желание следовать правилам. Чтобы, типа, она тоже подчинялась их правилам, не ему конкретно, а правилам, которые сделали ангелы. А такой мразью он стал лишь спустя долгие годы, осознав границы дозволенного. Достаточно просто повиноваться в... Можно просто, типа, в правилах увидеть какую-нибудь лазейку и, типа, нарушать их, но не нарушать. Нарушать... Блин, это прям очень странно. ...вышестоящим и не совершать грехи. Да даже если вдруг согрешил, можно просто искренне покаяться и помолиться, и тебе всё про... Так, всё-таки ошибок, значит, он совершал. Неважно, типа, просили его или нет, а он говорит, ошибок не совершал, поэтому нифига он не грешит. Чего нерелигиозные обычно не делают, из-за чего и попадают в ад. Правила, очевидно, выглядят недоработанными. В аду могут оказаться добрые, чистосердечные ребята, совершившие пару ошибок, но при этом не интересовались религией. А в раю могут быть и мрази, которые просто ходили ежедневно в церковь и каялись за каждый грех. Ведь ангелом... Я представляю какого-нибудь не чела, да, каждый раз что-нибудь сделал такое не особо хорошее и в церковь пошел офигеть. Важна вовсе не чистота в сердце, а лишь повиновение. И в рай забирает лишь тех, кто беспрекословно следует приказам свыше. Вот и все условия. Ангелы просто выстроили выгодную для них систему и закидывают в ад все, кто ей противится. Но как же сам бог мог позволить всему этому произойти? Где-то я что-то читал в комментариях каких-то то, что возможно по лору мультика его не существует. Чтобы ангелы действовали лишь в собственных интересах, чтобы добрые люди страдали в аду у огрешников ежегодно истребляли. Удивительно, но бог и вовсе не упоминается в книге Чарли. Раем правили ангелы вселенную тоже это немного странно. Это что, правило ли большое количество ангелов, а над ними какого-нибудь одного руководителя не было? Творили ангелы, людей создали ангелы и они же отправили Люцифера в ад. Выше них стоят лишь метафорические добро и зло. При этом, что люди, что херовимые верят и подчиняются именно богу. О божечки, божечки, божечки. Не ангелочки, да, божечки. Это немного странно. Ужай себя в руках, Колин, и не используй имя Всевышнего в суе. Он упоминается на плакатах, висящих в раю. И ангелы твер... Блин, а почему так, интересно? ...продоубеждены, что служат именно богу. Но почему же тогда его нет в книге, написанной по всевидимости Лилит и Люцифера? Может они типа по лору мультика типа как будто бы сами его придумали? ...вером, древнейшими созданиями, существовавшими еще на заре времен. Все просто. Его нет. Ведь если бы действительно существовал вездесущий всеведущий мужик, все решалось бы по щелчку пальца, и главный конфликт мультсериала был бы разрешен в мгновение ока. Ну, в принципе, наверное, да. Высшие ангелы... Может это специально и сделали, чтобы конфликт можно было разрешить только общими усилиями? ...лишь делают вид, что служат некому незримому всемогущему существу, чтобы все вокруг им подчинялись. Верховный ангел сэра заявлено как спикер бога... Приказы. При этом видим, что именно сэра сотворила землю и сослала Лизофера в ад. Ведь именно она истинный правитель Рая, лишь притворяющаяся, что это божья воля. Я знаете, что сразу вспомнил? Не знаю, кто-то смотрел или нет. Сериал Сквозь снег. Есть и фильм такой, но я сериал только смотрел. И там был чувак, который придумал этот поиск, который по всей планете курсирует, чтобы люди там в нем выжили. И в начале типа истории этот как будто бы чувак умирает. Да, это сейчас будет спойлер, так что если что, перемотайте. И одна проводница делает вид, что он все еще жив, и она исполняет его приказы. Здесь как будто бы то же самое было. Просто чтобы к ней не было вопросов. Раз сам бог велел, тут и не поспоришь. Таким образом... А типа к богу у нее только есть доступ, да? Она смогла и отводить Люцифера с его идеями, не вплетающимися в ее мировоззрение и впоследствии создать мир, работающий по ее системе. Однако воинствующую Лилит явно не устраивало единоличное правление диктаторши, не желающие слышать чужие идеи. И она убедила Люцифера нарочно выпустить зло на... Типа Лилит самое главное зло, да? ...ружу, дав Еве вкусить запретный плод, надеясь таким образом создать противовес тирании сэры. Люцифер... Интересно получилось, что-то как-то не очень, раз к вам постоянно приходят и уничтожают... Люцифер верил, что это сделает мир разнообразнее, а Лилит хотела больше свободы... Это же Люцифер был. Когда, блядь, нам это показывали? Я такого не помню. Это что, уже новые серии вышли, а я про них не знал? Надо сейчас будет проверить. ...надо и меньше правил. Но вырвавшееся зло оказалось настоящим хаосом воплоти, жаждущим лишь смерти и разрушений. Судя по улыбке Евы, держащей яблоко... А, она это прямо такая ехидная улыбка. ...зло тут же её поглотило. Думаю, тело девушки стало его сосудом. Ведь пять лет назад Вивьен в Твиттере продемонстрировала фанатам персонажа с загадочной предыстории под именем Ру, которую она назвала постепенно надвигающейся угрозой, что проявит себя лишь спустя множество серий. Ой, что-то у меня прямо мурахи по коже побежали. Это самая Ру объединяет в себе черты как силуэта Евы, так и самого зла. А из её рта выползают чёрные руки с глазами, столь напоминающие корни зла, охватившие в истории землю. Ведь Ру это, скорее всего, сокращение от Root of Evil. Корень зла. Главный сподиэт а-ля Хасбин. Блин, охрененно вообще выглядит, мне нравится. Прям мурашки бегут от таких теорий, которые нам вываливаются. Вставляет людей грешить. И винны в этом всём. Исключительно Люцифер и Лилит, не желавшие следовать правилам сэры. Понимаете? Ну, может быть, там правила были такие, что они захотели, не захотели, точнее, не захотели. Водой есть и добрые люди с чистым сердцем. Все они так или иначе совершили грехи. Они либо воры, либо убийцы, либо насильники. В каждом из них сидит часть... А может, с ней просто кушали много. ...птичка зла, от которого рай себя всячески ограждает. Возможно, связь с церковью позволяет ангелам очищать людей перед попаданием в рай. И потому вера при жизни столь необходима. А непокаившиеся, по сути, примкнули козлу. Изображение символик Ру не единожды можно заметить по всему... Неплохо. На самом деле, я не обращал внимания. Это, во-первых. Во-вторых, даже если бы обратил внимание на это, я бы не знал, что это такое и к чему относятся. Аду. И если взглянуть на все с этой точки зрения, все сразу встает на свои места. И отказ в искуплении, и ежегодные истребления, и подавление адских сил выглядят вполне обоснованно. Пусть среди ангелов есть и мрази, все они чистые, поскольку не подали... Ну, выглядит так стрёмно. ...искушению зла. Преимущественно, рай состоит все же из действительно хороших ребят. Просто нам пока демонстрируют лишь их мрачную сторону. А, конечно, будут демонстрировать мрачную сторону. Очень смеваюсь, что хорошие ребята пойдут на такое вот истребление. Дабы не раскрывать все карты. Но, опять же, религиозные люди также могут и сражаться, и ругаться. Главное, что с благой целью. Чарли же... Ну, а что Батипани попросту не видит полной картины. Верит родителям и смотрит на все чересчур поверхност. Но я надеюсь, что она все-таки увидит и изменится немножечко. Однако же, по сути... Потому что развитие персонажа в любом случае должно быть какое-то... ...своей. Ад — это армия зла, которую Лилит все эти годы подпитывала и помогала ей расти. Осознанно она помогает злу или просто дорвалась до власти, пока не ясно. Но грешникам не место в раю. Чарли, пытаясь выискать что-то хорошее в сердце Энджел Даста или Серпентиуса, однако даже не попыталась поинтересоваться, за что же они в аду. И если как... Кстати, да, это немного странно. ...какой-то серийный убийца по желанию принцессы окажется в раю. Зло запросто... А может быть, он тоже возьмет, да просто это, как это называется, а по... покаяться, и все нормально будет. ...сможет распространиться и... Ну, судя по лору мужскому. И потому план Чарли в глазах Сэрры худшее, что только можно себе вообразить. Действия Чарли Морнинстар могут еще больше усугубить ошибку, свершенную ее родителями Но она это делает, по крайней мере, не по злому, не со зломом условиям. ...миллионы лет назад. А на этом сегодня все. Зацените нашу озвучку от Эля Хасбин и подписывайтесь на... Офигенный ролик получился. Содерлингу огромное спасибо. Блин, вот смотрю его постоянно. Такие классные теории всякие загоняют и рассказывают. Офигенно. Нравится мне он. Классный делает видосы. И этот ролик тоже не исключение. Но если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте поджимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.